Пушку-сорокопятку уже нащупали, обкопали вокруг дно и сейчас будут поднимать. Потом по повреждениям мы это, конечно, уже определим, что было с орудием, почему оно разбитое. Водолазы погружаются в воду на 2,5 метра и уходят в размытый ил еще на 5. Через полчаса на берег вытаскивают ствол. Состояние его проверяют шомполом. Нащупал какой-то металл. Возможно, в стволе находится неразорвавшийся снаряд. Углубленную проверку проводит полковник запаса, замгубернатора Вадим Артемов. Оказывается, снаряда в орудии все-таки нет. Бойцы успели отправить его во вражеский танк. Ну-ка еще полей режь, серебрится. Вот всегда для военного. Вороненая сталь – это вот бальзам боевого оружия. Часть немецкого танка тоже нашли. Это лобовая плита, усиленная дополнительным листом брони. Иначе она ударов наших снарядов не выдерживала. Это попутно найденная лобовая плита немецкого танка, предположительно Т-3. В очень хорошем состоянии. Вы можете видеть, как разнесенная броня здесь присутствует. Но вернемся к советской пушке. Водолазы едва успели достать ее развалившиеся на части щиток. И яма выли, обвалилась. Начал лист расшатывать, начал его выводить на себя. И чувствую, по плечу что-то посыпалось. У меня еще один рывок, и стенка вот так вот практически вертикально легла. Но в грунт найти такое – это редкость. Вот пулевое. Вот пулевое четкое. По счету читает историю сражений. В эту пушку явно попали не раз. Возможно, одним из этих выстрелов были убиты и стрелявшие из нее бойцы. Стреляли с близкого расстояния, практически в упор. Поэтому пробивание очень сильное. Ил пушку законсервировал. А теперь соприкосновение с кислородом для металла опасно. Она воздуха не видела, 76 лет. Сейчас идет очень сильная ржавчина. Вот только вытащили, уже пошла коррозия. 45-ок в таком отличном состоянии находят очень мало. После войны их сдавали на металл. А немцы маневренного противника боялись и всеми силами уничтожали. Немцы их либо просто давили, потому что они их ненавидели за их мобильность, легкость. Либо их так же же самое отправляли в Германию на переплавку. По словам пятиметрового ила точно определить объект невозможно. Но по данным исследований поисковиков и по словам местных жителей, на дне этой реки Миус все-таки погребен Т-34. А пока находят не менее ценные находки. Например, эти рельсы, выпущенные на заводе имени Сталина в 1927 году. Из них сделают противотанковые ежи, и они станут экспонатами музея на Самбекских высотах. Олеся Слынь, Клавирис Санкин, Дон-24, Неклиновский район.